Всем здравствуйте! Сегодня праздничный расклад на покрову послания от ваших предков. Итак, кто же придет к вам из ваших предков? Кто с вами на связь выйдет? Кто это будет? Кто придет? Мужчина, отшельник, возможно, хранитель рода. Кто священник был, старец, монах? Или он одинокий был, не женился? Мужчина очень мудрый, умный, начитанный, образованный. С палкой ходил, борода седает длинные, одеяния такие вот длинные. Ну, как у монаха, как у священника. Как-то вот он любил в одиночестве быть, много путешествовал, ходил. Пришлось ему вот так вот, скажем, по миру поездить. По миру поездить. Тяжело, говорят, было ему. Крест какой-то унес. Какой ты крест унес? Пострадал от военных действий, что ли? Какой ты крест унес? Также, если он все-таки был женат, то жена была такая вот активная, сильная, агрессивная, даже жестокая. Вот как-то ему с ней было тяжело, что ли, с этой женщиной, с его женой тяжело было. Ну, говорит, я ее любил, любил. Ну, она, то ли она на него как-то давила сильно. Такая вот прям деспотичная была, все по-своему делала. Или его, как мужчину, не воспринимала. Ну, говорит, я ее любил. Что ты хочешь передать, кто тебя смотрит? Что ты хочешь передать смотрящим? Смотрящим, что ты хочешь передать? Зачем ты пришел? Зачем ты пришел? Я тебе через интуицию даю тебе знания. У тебя очень сильная интуиция, связь с родом, связь с высшими силами. Прислушайся, прислушивайся к своему сердцу, к своей душе. Если тебе чего-то хочется, мысли у тебя какие-то возникают, приходят, образы, желания, мечты, это не просто так. У тебя может это быть. Ты можешь это иметь. Если какая-то мысль пришла по поводу человека, по поводу какой-то ситуации, это тебе говорят, что это правда, это ты себя не накрутила, это тебе не показалось, не причудилось. Это так оно и есть, это правда. Тебе через интуицию открывают, да, вот эти картинки, через мысли истина к тебе приходит. То есть не отметай это, вот эти мысли. А это мне показалось, это я сама себя не накрутила. Нет, не отметай это. Это правда, это истина. Тебе показывают, что на самом деле происходит, какой человек на самом деле есть. Используй свечи, говорят. Ты можешь людям помогать, помогай людям. Не отворачивайся. Не отворачивайся. У тебя сильная душа, сильное сердце. Ты можешь как-то помочь своим присутствием человеку, своей любовью. Поддержать как-то, сказать что-то или просто посидеть. Рядом посидеть, и человеку легче станет. Предупреждение пошло для вас. Какое предупреждение? Что за предупреждение? С чем связано? Предупреждение. Что-то тебя держит. Якорь какой-то. Он уже от старости заржавел. Это что-то старое, старая история. Отцепись от этого якоря, да. Вот какая-то история закрытая. Она не решится, эта история, никогда. То есть не пытайся, не пытайся ключик подбирать, подобрать, решить эту ситуацию. Это уже в прошлом оставь. Также предупреждает вас этот человек, этот мужчина, что если ты видишь с людьми, что-то не получается, нету какого-то продвижения, нету взаимопонимания, все, закрывай это, выбрасывай ключ, все, иди дальше, не держись за это. Что тебя этот якорь будет держать, он ржавый, бесполезный. Сразу, вот ты же сразу видишь, что человек из себя представляет, как он к тебе относится. У тебя мысли какие-то возникают, картинки по поводу этого человека. Ты видишь, что вот, ага, хитрит что-то, да, что-то скрывает, не договаривает, все. Просто, как можно быстрее, вот заканчивай разговор, вообще, в принципе, контактировать с ним, и уходи. Ты чистая. Опять же, вот, из-за людей, люди как-то могут тебя очеренить, запятнать. Будь искренней. Вот какая ты есть, не становись такие, вот, как люди, там, не мсти, не ругайся, не пытайся что-то доказать. Просто ты вот молча, ты увидела, молча там, развернулась и ушла, закончила разговор, мне нужно идти, и все. Сохрани в себе эту чистоту. Потому что, вот, показываю, ты лекарства от всех бед, да, ты можешь людям помогать как-то, лечить. Вот прям, в прямом смысле, в прямом смысле вы лекарства людям даете, да? Или своим присутствием вы, как лекарства для людей. Сохраняем в себе вот эту энергию, береги ее, вот этот сосуд, как этот сосуд внутри цветок, да? Вот так относись к своей душе, к своему внутреннему миру. Это как сосуд такой внутренний, да? И ты бережешь в нем свою искренность, свою теплоту, любовь свою, такую вот доброту душевную. Даже пускай вот наивность, но ты ее оберегай, вот, да? Вот, как этот цветочек положили в пузырек и закрыли. Никому не давать вот трогать, нюхать, да? Вот трепать, лепесточки отрывать эти. Сохраняй вот эту свою уникальность. Не позволяй вот так, чтобы люди видели это, но не могли прикоснуться. И опять же, вот ты видишь людей, ты знаешь их, ты можешь их читать в мысли. Видишь, что какой-то человек плохой, уходи. Не позволяй, чтобы он своими мыслями, присутствием, вот, как-то очернил твое состояние, твою душу. Вот, как можно больше, больше оберегай, да? Вот, свой внутренний мир. Защищай. Когда ты видишь, что человек искренне к тебе относится, доверяет тебе, он к тебе доброжелательно относится, и он нуждается в твоей помощи, тогда человеку помогай. Но если он тебе как-то не верит какой-то, да, вот есть такой момент, не доверяет, но при этом хочет от тебя какой-то помощи, лучше откажись, не помогай, потому что все равно впоследствии вот это недоверие вылезет. Все равно потом человек или не оценит эту помощь твою, или обвинить тебя в чем-то. Что еще хотят сказать? Что ты еще хочешь сказать, этот мужчина? Да, не пребывай, говорит, в иллюзиях. С чем связаны иллюзии? Отшельник, еще один отшельник. Что, что? Что твой мир рухнул, это все придуманное. Что твой мир сгорел, что ты никому не нужна. Что тебя никто не любит, что ты одинока. Это все иллюзия. Это неправда. Ты нужна людям. Ты людям удачу несешь. Ты защищаешь людей. Ты защищаешь. Люди нуждаются в тебе. И ты тоже нуждаешься. Получать от людей вот эту заботу, вот эту благодарность. Ты тоже нуждаешься, чтобы люди в тебе нуждались, в твоей силе. Потому что вот эта любовь, ты чувствуешь, что ты должна давать. Ты правда, ты должна давать по маяку. Ты должна людям светить. Также еще говорит этот мужчина, соль нужно использовать, чиститься. Самое лучшее средство. Тут свечи были и соль. Это самая лучшая защита. Что ты еще хочешь передать? Не позволяй людям, которые пытаются тобой манипулировать, играть с тобой, давят тебе на чувство долга, на чувство жалости. Так же вот будь строга с этими людьми, вот прекращай общение, иначе ты в жертву уходишь, и ты можешь пострадать, ты можешь заболеть. сердце, сердце начнет болеть, да, вот переживать сильно будешь. Кому-то тут совет обратиться к Таро или изучать Таро. Ты, говорят, княгиня, у тебя есть все ресурсы, все знания, вся база данных, все, что в мире происходит, как мир устроен, как люди устроены. Тебе все, что надо, чтобы уберечь себя, чтобы помочь людям, ты все знаешь, ты всю информацию знаешь. Через какое-то кольцо вам крадники, говорят, кто-то поставил. Кольцо, через кольцо. Кто-то подарил тебе кольцо, и через это кольцо у тебя крадник. Подарили и пожелали что-то, и у тебя дорога была закрыта, она сейчас все еще закрыта, мужчина. Или он подарил это кольцо, прям конкретно кольцо, или обещал. Обещал, но не выполнил, да? Обокрал вас, время забрал. Обещанное не выполнил, время забрал. Обокрал. Но он и сам себя тоже обманул. Он говорит, он пострадает. Не думай об этом, мужчине, не сожалей. Думай о хорошем. Думай о своих потомках. Ты своими страданиями очистила своих потомков, свое будущее поколение. Это что за карта? Что это? Что это за карта? У тебя будет новый мужчина, другой. рождение ребенка, твоего ребенка или внука, дети будут. так же это у тебя новый период в жизни. Абсолютно новый, с чистого листа. И работа новая, деятельность новая, творчество, какие-то творческие проекты. это и любовь новая. Но не агрессируй на людей, просто защищай себя, защиту ставь. А кому надо, кто виноват, ему это вернется. Кто с тобой неправильно поступил, с тобой нечестно повел, ему это вернется автоматически. Да. Не ругайся, не злись, не пытайся отомстить. Просто себя защищай, защиту ставь от этого человека. А ему в нужное время, в нужном количестве прилетит, сколько он заслужил. Не вини себя. Не вини в отношениях с мужчиной, что ты в чем-то виновата. Ты ни в чем не виновата. Ты все делала правильно. Это чувство вины тебе насадили. В эту грязь затянули, и ты стала думать, что ты правда в чем-то виновата. Соперница вмешалась, этот треугольник возник. Ты ни в чем не виновата. Веря в любовь, в искренность, и будет тебе счастье. Девочки, такой был расклад. Вас благодарю. Вам всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok